Теперь кино для массовой аудитории снимают не только в крупных городах России. В Чебоксарах студенты механико-технологического техникума сняли фильм «Последняя кража». Это уже не первая работа учащихся учебного заведения. По словам самих участников съемочной группы, картина получилась удачной и в техническом плане. Кроме того, как отмечают юные кинорежиссеры, игра непрофессиональных актеров в этой ленте значительно лучше, чем во снятых ранее. Фильм даже отправили на всероссийский в кинофестиваль «Золотой феникс». Все подробности в нашем репортаже. Съемочный процесс нового фильма «Последняя кража» занял полгода, объясняет руководитель проекта Владимир Синяев. Сюжет основан на реальных событиях. По сценарию молодые люди Павел и Евгений занимаются мелкими кражами. Но судьба сталкивает одного из хулиганов жертвой своих поступков. Девушкой по имени Оля. Там происходят кражи, драйки, походы по клубам. Но в итоге все заканчивается любовью. Ну как, все предначертано, в общем так. По словам создателей фильма, «Последняя кража» была снята с нулевым бюджетом. Участникам съемочного процесса пришло самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым. Несмотря на это, актеры были увлечены игрой настолько, что не замечали трудностей. Это первый опыт на съемках фильма. Я играла жертву, девушку, у которой выхватили сумку. Мне очень понравилось сниматься. Одному из главных героев Евгению с трудом приходилось вживаться в роль. Мне было сложно сыграть своего персонажа, так как сам я совершенно другой человек, говорит актер. Сыграл роль Жени Василия, у него погоняло было. Герой уверенный в себе очень, сильный характер у него, стержень крепкий. Он стоит горой за свои интересы, за свои жизненные понятия. Другой главный герой Павел переживает в фильме любовную драму. Это заставляет его задуматься о своих поступках. Вообще было очень тяжело сниматься, так как времени свободного не было. Я работал, не мог учить сценарий, получается. И приходилось все во время работы, ну все схватывать на лету приходилось. В процессе создания кинокартины не обошлось и без организаторских трудностей. Возникали проблемы с местами съемок. Некоторые не понимали инициативу молодежи и отказывали в аренде помещения. Тем не менее, были и те, кто поддержал талантливых студентов. Пройдя через непростой путь, съемки фильма все же удалось завершить успешно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем тебя не походят. Ты будешь успехи в мою страну играть. Ну так что ты, пойдем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова